Всем привет! Вы на канале Парс Волл. В прошлом видео мы вязали детский комбинезон. В этом видео мы будем украшать его вышивкой петля в петлю. Будем вышивать зайца, который всегда вызывает умиление. Прикрепим небольшой помпон. Главное здесь, чтобы цвет пряжи для вышивки совпадал с цветом помпона. Нам понадобится помпон. У меня вот такой помпон искусственный. И цвет пряжи в тон помпона. Вот здесь на задней части комбинезона мы будем вышивать зайку. Я подобрала вот такую пряжу. Это газал викинг на 100 метров 100 грамм. В составе шерсть и акрил. Цвет 4008. Но есть один нюанс. Нить толстая. Гораздо толще, чем толщина микса, из которого мы вязали. Поэтому я разделю нить на две части. Вот посмотрите, пряжа наша скручена из четырех нитей. Я вот так просто делю ее пополам. Вот эту половинку мы вставляем в иголку с широким ушком. И вот этой нитью будем вышивать нашего зайца. Я нарисовала схему. Это контур зайки. Внутри мы тоже все будем закрашивать, вышивать. У меня здесь 20 петель в ширину и 32 ряда в высоту. Вы можете сделать скриншот схемы. Сначала мы вышьем контур зайца. Затем закрасим все внутри. И вот сюда прикрепим помпончик. От начала ластовицы мы поднимаемся на 10 рядов вверх. Считаем прям по петлям. Отсчитываем 10 петель. Вот здесь у меня будет начало нашей схемы. То есть низ вышивки. Я отмечу этот ряд маркером. И теперь нам надо найти середину нашего комбинезона, чтобы зайц был вышит симметрично относительно изделия. Я отметила петлю начала вышивки. Отсчитываем от нее 18 петель. 18 петель это основание зайца. Здесь он будет у нас заканчиваться. И теперь перенесем петли начала и окончания схемы в нужный нам ряд. Отслеживаем наш ряд аккуратно по петелькам, чтобы ничего не съехало никуда. Отмечаем петлю начала вышивки. И перенесем конец вышивки в нужный нам ряд. Еще раз хорошенько все проверим, чтобы ряд начала вышивки никуда у нас не съехал. И приступаем к вышиванию. Смотрим по схеме. Нам надо вышить ряд из 18 петель. Вставили нить в уголку с широким ушком. Кончик нити должен остаться с изнаночной стороны. Поэтому я вот так продеваю нить. И с изнанки мне надо вывести иглу в основание той петли, которую мы будем вышивать первой. Вот она петля наша. Вводим в основание иглу, протягиваем нить. И кончик оставляем с изнаночной стороны. Далее смотрим, как у нас идет петля. Нам надо повторить ее очертание и ее контур. Вот она наша петля. Она уходит под обе стенки верхней петли. Проводим иглу под обе стеночки. Подтягиваем нить, но не затягиваем слишком сильно. И затем в основание. Туда, откуда нить выходила. Далее вводим угло в основание следующей петли, которую мы будем вышивать. Сейчас протянем нить, и петля наша примет форму. Далее будем вышивать петлю слева. Мы ввели иглу в основании этой петли. И также повторяем ее контур. Под обе стенки верхней. И затем в основание. Выводим в основание следующей петли, которую мы будем вышивать. Под обе стенки верхней петли. И затем в основании. Таким образом, нам надо вышить 18 петель. Найдите то натяжение нити вышивки, при котором петля не будет слишком стягиваться. Потому что если она затянется, то ее просто не будет видно. Она уйдет от петли нашего основного изделия. Продолжаем вышивать до конца ряда схемы. 18 петель. Как видите, все очень просто. Главное просто повторять очертания петли. Я дошла до конца ряда схемы. Убираем маркер. И вот здесь вышиваю 18 петлю. Пересчитаем петли. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Распускать вышивку очень муторно. Поэтому лучше несколько раз все проверить. Смотрим дальше по схеме. Следующая петля влево по диагонали вверх. Смотрим, какая это должна быть петля. Вот эта. Вводим иглу в ее основание. Далее под обе стенки верхней петли. И в основание. Далее смотрим по схеме. Три петли надо вышить вверх. Вводим нить в основание верхней петли. И вышиваем ее. Далее снова в основание верхней. Вышиваем вторую петлю. И третью. Далее смотрим по схеме. 4 петли по вертикали. Далее петля уходит вправо вверх по диагонали. Вводим иглу в основании той петли. И вышиваем ее. Снова смотрим на схему. Следующая петля пойдет вверх. Вводим иглу в ее основание. И вышиваем верхнюю петлю. Таким образом мы идем по схеме. Все перепроверяем. Вышиваем контур зайца. Контур зайца у меня готов. Нам осталось его просто закрасить. То есть вышить. Всего зайку внутри. А потом прикрепим помпон. Точно так же, как мы вышивали контур. Вышиваем внутреннюю часть. Теперь процесс пойдет быстрее. Потому что нам уже не надо следить за схемой. Мы просто закрашиваем нашего зайца. Двигаться можно в любом направлении. Мой зайца готов. Но мне здесь не нравится слишком квадратное его основание. Поэтому я отступлю здесь 3 петли. И вышью еще один ряд. Не доходя 3 петли до окончания схемы. То есть после того, как вы вышили изображение, вы можете варьировать контуром. Что-то удлинить. Расширить. Провязать побольше рядов и петель. Хоть у нас здесь и будет скрыто все помпоном, но так мне нравится гораздо больше. Ушки зайца мне тоже захотелось немножко удлинить. Я вышью еще 3 петли над контуром ушек. С одной стороны добавила высоты, и с другой также симметрично. Теперь наш зайка готов. Еще раз отправлю изделие на ВТО. И затем прикрепим помпон. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.